Всем привет, друзья! С вами Аниманга, и сегодня я хочу поговорить о бывшем охотнике на героев Гэроу, который, скорее всего, совсем скоро станет героем С-класса. Ну а прежде чем мы начнем, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. А еще, как вы знаете, монетизацию на канале отключили, и я не получаю никакого дохода от Ютуба. Для меня будет большая поддержка, если вы будете мне донатить. Контента будет больше, да и мне будет очень приятно. Так вот, если вы хотите поддержать меня донатом, ссылка будет в описании и в закрепленном комментарии. Огромное всем спасибо, кто меня поддерживает. Что ж, не буду вас томить, давайте сразу перейдем к видео. Итак, вы, наверное, спросите, с чего я взял, что Гэроу, человек, который недавно был монстром, который еще и противостоял, можно сказать, всему миру, вдруг станет героем С-класса. Дело в том, что Бэнг убедил Гару вернуться к нему, вновь стать его учеником, чтобы спасти Гару от проблем с законом, которые его ждут. Поэтому старик сам лично провожает его в полицейский участок, чтобы тот извинился за содеянное, а также героем и простым людям, которые пострадали от злодеяний Гару. Сам Гару тоже пришел в себя и понял, что все, что он делал, было неправильным. Конечно, он по-прежнему хочет стать сильнейшим, и, к сожалению, он забыл все приемы, которые освоил во время битвы против всех героев, в том числе и против Сайтамы. Поэтому он просит Бэнга провести что-то типа боевого состязания против всех героев, с которыми он дрался. Он уверяет, что, скорее всего, сможет вспомнить все свои приемы и вернет свою былую силу и без превращения в монстра. Означает ли это, что нас ждет боевое состязание Гару против Бласта, Флэша, Бэнга, Бомба и даже Сайтамы? Подождем и увидим. Думаю, было бы очень круто на это смотреть, и я надеюсь, что это случится. Конечно, в Вепке все было не так, хоть там Гару после всех этих событий и вернулся, но лишь когда появился Сурью, который охотился за ним вместе с Нео-героями. Но что мы видим сейчас? Вепке — это вепкомикс Вана, оригинальная манга Ван Панчман, коротко Вепка. Это для тех, кто не понимает, что такое Вепка. Так вот, Вепке после того, как Гару исчез в поле битвы, он вообще не появлялся, или, по крайней мере, нам его не показывали. Я так говорю, потому что, мало ли, он мог видеться с Бэнгом, но это нам показали бы в будущем во флэшбеке. Не знаю, но факт в том, что он пропал. А тут, в манге, нам сразу же показывают, как Гару вместе с Бэнгом прогуливаются по городу, ничего и никого не боясь. Да еще и извиняюсь перед всеми. А теперь давайте поговорим о самом интересном. Гару скоро станет героем С-класса. Об этом заявила сама Ассоциация Героев. А точнее, в последней главе, Щичи и Сикингал говорили о том, что Гару меняется, благодаря Бэнгу, который и взялся за реабилитацию своего ученика. Они ничего с ним не сделали, доверившись ему. А если вы думаете, что они и так ничего с ним не сделали бы, вы ошибаетесь. Так как у Геройской Ассоциации есть своя тюрьма для монстров и подобных злодеев. И если бы не Бэнг, скорее всего, Гару туда и посадили бы. Так вот, Бэнг уволился из Ассоциации. И они прекрасно понимают, что им нужно пополнить свои ряды сильными героями. Ибо скоро нас ждет божественный уровень угрозы. Да-да, вы не расслышали? Божественный уровень угрозы. Это был не Борос, который появился в конце первого сезона. Это был не Орочи, не Псайкос и не космический Гару. Значит, нас ждет что-то более серьезное. Поэтому Ассоциация Героев хочет взять Гару к себе. Хоть и понимает, что другие герои будут против. Но с этим ничего не поделаешь. Ибо силы сейчас нужны, как никогда. Какое место в эсклассе займет Гару? Не факт, что его сразу переведут в эскласс. Но даже если так и будет, то он будет на последнем месте. Так как ему нужно делать благие дела, чтобы подниматься в рейтинге. А еще его могут использовать как запасного героя. Которого позовут, если он понадобится. Как думаете, какое прозвище получит Гару после того, как станет героем? Дикий волк? Вешенный волк? Космический Гару? Или же охотник на монстров? Пишите свои версии в комментариях. Будет очень интересно это читать. И кто знает, может кто-то из вас угадает? Друзья, на этом наше видео подходит к концу. Если вам понравилось мое видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. А еще, чтобы поддержать меня материально, то есть донатом. Ссылка будет в описании под видео. А также в закрепленном комментарии. Всем огромное спасибо за поддержку. Монетизации нет, как вы знаете. Мне сложно сейчас существовать. Поэтому я могу продолжить вести свой канал благодаря только вам. Огромное еще раз всем спасибо. Ну а с вами был Аниманго. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok